Здарова, друзья! Меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в Firewatch. Разбитый снегоходик. Давайте побазарим. Тут какие-то старые снегоходы. Ничего себе. Кажется, один из этих бедняк ехал через этот пруд и утопил его. Обратный путь к цивилизации был невеселым. Опять ты все шутишь, да? Здесь старый пруд. Скорее, похоже на кучу грязи. Он у тебя есть на карте? А, я знаю, где ты. Да, где я? Свиной пруд. Там был знак с этим названием, но его постоянно воровали. Потому что он назывался Свиной пруд? Чертовски хорошее название. Знак отлично смотрелся бы в комнате отдыха или где угодно. Великолепное название. Сказал бы даже свинское. А ну-ка повыше. Нам сюда и нужно. Лагерь Аропахо. Лагерь Аропахо. Ты там? Ну да. Он здесь с 50-х. Мне идея скаутского движения никогда не нравилась. Никогда не нравилась идея того, что мужчины организуют мальчиков вокруг своих идеалов. Бойся большого числа скаутов. Бойся большого числа кого угодно. Тоже верно? Моста обратно в лагерь больше нет. Черт. Я пойду через обраг и посмотрю, есть ли место, где можно перейти. Хороший план. Сюда можно? Блин, как темно там. Боже. Упали и померли бы. Прыжок с высоты. Прыгнек. Аккуратненько. Красавчик. Тотем какой-то. Ладно, что мы ищем? Чё-то как-то здесь... Не дружелюбно, по-моему, совсем. О скаутах. Ты иногда разговариваешь с кем-то, кто связан со скаутами? Нет, их давно здесь не было. И вообще, мне особенно нечего сказать школьникам. Если это не Брайан Гудвин. Если нужно, я могу поддержать беседу с кем угодно. Ну и это даже здорово. Слушать о всех его странных хобби. Каких это? Он не был скаутом или череном Вибила. Или что-то в таком духе. Мне показалось, что этот мальчик с трудом мог завязывать свои шнурки. Не то, что выбри ночный узел. Какой узел? А, ну это такой узел, для которого ты слишком стар. И упрям. Его используют для того, чтобы делать плоты. Хижины и прочее дерьмо. Ты умеешь его завязывать? О, нет. Мне его байскауты завязывали. На заднице твоей. Старое укрытие. Я так понимаю, эти маленькие укрытия, то, где они держат скаутов. Ага, на протяжении последних 35 лет. Медвежий капкан. Можно встать в него? Нельзя. Ну ладно. Тут много медвежьих капканов. В хижинах скаутов. Скауты, отважная добыча. Жуть какая. Костер затушить? Так он же не горит. Че ты, братка, делаешь? Это был костер твоей задницы или что? Топорище. Пожарные ушли. И топор забыли? Это ведь роскошный топор. Че-то здесь не то. Да, этих ребят нет. Я нашел место, где они сидели. Черт. Я тут нашел небольшую лопатку. Возьму с собой. Ей можно пивасик открывать. Уверена на 99%, что она для того, чтобы закапывать помет. Просто оставлю ее здесь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эй, Ди, они кое-что оставили. Что-то типа инструкции от их босса. Там написано что-то стоящее. Сейчас позырим. Хм. Через несколько дней направятся в Торофор по поручению доктора Симмонса со станции Вапити. Станция Вапити? Нифига себе. Продолжай читать. О, я думал остановиться. Для пущей загадочности. Мама всегда говорила, что рано или поздно встречу кого-то, кто ответит мне моими же приемчиками. У них там исследовательский центр. Он волновался о пожарах. Кто-то записывал наши разговоры. А теперь мы узнаем, что у них там исследовательский центр. Что они исследуют? Нас. Они исследуют нас. Ты думаешь, они изучают тебя и меня? Да, думаю. Может, это исследование двух незнакомых людей, которые говорят друг с другом каждый день. Типа, что будет, если поместить кого-то в изоляции с кем-то? Да, я думаю, так. Ну нахер их. Согласен. Думаю, нам следует допускать вероятность, что все это просто большое недопонимание. Но если ты видел то, о чем говоришь... Черт, Генри. Да, я это видел. Хорошо, что дальше? Я посмотрю, нет ли здесь припасов, потом найду путь через овраг и пойду к исследовательскому центру. Хороший план. Выходи на связь, когда сможешь, и смотри, не идет ли кто за тобой. Вернуться на Луквапити. Командиру пожарного подразделения Гранту Карсону. 10.08.1989 года. Межведомственная пожарная служба штата Вайоминг. Район Пентрак Рейнджер. 12.20 H. 8-я стрит. Грейбул, Вайоминг. 82426. На! Доктор Симмонс на станции Вапити. Регион Дорофор. Командир подразделения Карсон. В ближайшие несколько дней вас и вашу команду сбросят в регионе Торофора национального леса Шушоне, чтобы провести линию контролируемого выгорания. К югу от реки Руби я пишу вам по поручению доктора Бена Симмонса со станции Вапити. Он связался с руководителем пожарной службы по поводу волнующих его вопросов охраны дикой природы в районе его исследовательского центра. После вашего возвращения кто-то из его сотрудников поговорит с вами. Это необходимо для оценки рисков для дикой природы в этом районе. Я сказал им, что не о чем волноваться и что линии, которые прокладывает ваша команда, это самая мощная превентивная мера по защите их центра. Несмотря на то, что они будут полутора километрах оттуда, но кажется им нужно отчитываться страховым компаниям. Спасибо, как и всегда, за вашу помощь. Рич Слюсаренко, ассистент руководителя пожарной службы. Ну, у тебя имя. Я нашел топор. Если его оставил один из членов команды, он называется Пуласки. Похоже на топор. Эта штука очень поможет. Ну-ка, не умничай. Для того, чтобы пройти через заросли и прорваться через забор. Да, я пошел. Какая знатная вещица, боже. Великий компас, укажи мне путь. Свиной пруд. Он еще и в форме сердечка. Как это мило. Побежали обратно. Чисти, чисти. Херокс. Красотища. Еще давай. Гадкие ростки. Поврежденное дерево. Еще одно. Как все удобненько прямо. Давай, не пыхти. Ну, давай, давай, давай. Красавчик. Полезли. Фига ты акробат, слушай, а? Удивляешь меня. Ты там? У меня возникла мысль. Рассказывай. Ты слышал кого-то в кустах? Было дело. Ладно. Давай, считай, что за нами следят. Или, по крайней мере, за тобой. Где ты сейчас? Я на пути обратно. Лес то есть, то нет. Вокруг ничего. Ты кого-нибудь видишь? Нет, абсолютно точно нет. Хорошо, тогда скажи мне, что ты думаешь о... Кто это? Кто это был? Ты только что кашлял? Нет. А ты только что кашляла? Нет. О, чёрт. Эм. Ведь кто-то вроде другого дозорного не может быть на этой линии, так? Нет. Без модификации наших раций это невозможно. Иди в свою башню. Запри дверь. Не выходи, не используй свою рацию. Я с тобой свяжусь. Ты меня понял? Я с тобой свяжусь. День 77. Думал, обратно вернёмся. Но всё гораздо опаснее. Ой, хорошо. Вышка Торофер. Это две тропы. Вызываю тебя уже в... О. Пятидесятый раз за сегодня. Ты спишь там или чё? Пожар Кринделя продолжает двигаться в южном направлении. Делайла, какого хрена? Возьми рацию. Привет, солнышко. Я ненадолго отходила. Чем могу помочь? Я и глаза не сомкнул прошлой ночью. И уже начинаю с ума сходить. Последние шесть часов. Отчего ты такая весёлая? Ну, это новый день. Что за день, которым нас одарили? Может, я ещё сплю? Может быть, я не бодрствовал всю ночь, зная, что кто-то... Вообще-то, я спала отлично. Эм, ладно. Кстати, я тут подумала, висит ли ещё на твоей вышке плакат от Флора леса Шушони. Что? Это просто правило. Чтобы они висели. Ну, там информация о твоей вышке, о видах деревьев в зоне и так далее. Эм, хорошо. Просто, ну, взгляни на него. Убедись, что с ним всё тип-топ. Изучить постер с Флорой. Ну да, он здесь. Окей, да, он здесь. Почему ты так себя ведёшь? Отлично, просто замечательно. Ты видишь дерево в верхнем ряду? Второе слева. Конечно. Это, эм... Нет, не нужно мне говорить. Просто, эм, усвой его. Отличное дерево. И в твоей зоне есть место, названное этим деревом. Куда тебе, возможно, стоит сегодня сходить? Возможно. Идти к тополинам ручью. Оу, ага. Ладно. Может, мне и правда стоит прогуляться? Нет ничего лучше полуденной прогулки по горам. Свяжись со мной, как доберёшься. Эм, какое дерево я должен усвоить? Верхний ряд, второе слева. Сходи к месту, названному этим деревом, и у тебя будет прекрасный день. Ах ты красавица. Хорошая идея. А чё мы кольцо оставили? Свадебное колечко. Айдёть. Забираем вещички. И вперёд. Пожар крендели опять. Тихонечко. Дымок везде. Нормально коптит так. Идти к тополинам ручью. Опять идти вниз. Надеюсь, мы не сгорим. Деревашка. Хоп. Я забыл про ящик, боже. Прикрой. Мало ли чё. Везде ворюги. Нихера себе. Это чё было? Я что-то слышал. Что такое? Не знаю. Хотя звучало очень жутко. Ну, это может быть или лось, или кто-то, кто хочет, чтобы ты сообщил о странном шуме и таким образом узнать твоё местоположение. Твою мать. Как насчёт больше так не делать? Проход есть. Хорош. Сохранительница. Спасибо. Чё-то страшное будет, да? Я здесь. Вот тополиного ручья. Ты видишь там ящик с припасами? Он должен быть где-то рядышком. Да. Найди его. И открой. Я сменила код. Пять, шесть, семь, восемь. Ты шутишь? Я торопилась. Хорош. Ну-ка. И чё у нас там? Новая рация? Здесь рация. Какое палево. Я нашёл то, что ты мне оставила. Отлично. Позвони мне через... Когда возьмёшь это. Но вы, ребята, вообще без палева. Две рации. Она была мне как родная. Эх. Ух ты. Чпыньк. Забрал. Хорошо. Я потратила весь день, чтобы достать тебе эту рацию. Я добралась до ящика. Соврала рейнджеру. Соврала ещё одному рейнджеру. И надеюсь, ты сейчас держишь новую чистую рацию. Надеюсь. Охренеть, Генри. Нам нужно попасть в тот центр. Да мы не спорим. Чем бы эти люди не занимались, это незаконно. Ты в порядке? Я не знаю, Генри. Какие-то люди прослушивали нас всё лето. Каким образом это возможно? Я не знаю. Я... Мне страшно. Да не очкуй ты, господи. Ничего из этого не имеет смысла. С другими дозорными тоже такое происходит? Может, они за кем-то ещё следят? Ох, это происходит только с нами. Все остальные в порядке. Ты уверена? Да. Я пыталась обсудить это с дозорными, с чем не рок, лосиной тропы и медвежьего клыка. И все они меня не понимали. Спрашивали, в порядке ли я. Сраный координатор округа спросил, нет ли у меня женских проблем. Так что нет. Такого с другими не происходит. И я не буду больше их спрашивать. Я направляюсь к той калитке. И теперь у меня есть топор. Скоро мы что-то узнаем. Тебе нужно попасть в тот центр. Позвони, если что-нибудь найдёшь. Базара нет. А вроде мы с собой топор не брали. Магия вокруг. Ух ты. Цветочки. Красотища. Эй, я только что вспомнила о чём-то нехорошем. О чём? В чём дело? Я отправила отчёт, в котором говорится, что мы не видели и не говорили с девушками. Теми, что пропали пару недель назад. Это херово. И? Извини. Я не понимаю тебя. Генри, наши рации прослушивались на протяжении всей нашей беседы об этом. Может даже в первый день, когда ты на них наткнулся. На голеньких. О, нет. О, да. И сейчас у кого-то, вероятно, есть полная запись наших разговоров. И я отправила отчёт, в котором грубая ложь. И эти девушки всё ещё не объявились. Агась. Твою мать, Делайла. Именно. Мы должны докопаться до правды. А вот две курвы малолетние. Всё из-за них. Ох, моя карьера. Моя задница, которую я на этом месте уже уронил. Вокруг одна боль. Я сношу калитку. Здесь никого нет. И это самый быстрый путь. Внутрь. Принято. Ну, мразь. Иди сюда. Я выломил калитку. Мне попытаться её починить? Или спрятать? Нет, к чёрту. Хорошо. А зачем дерево тогда? Это, по идее, просто обратный путь получается. Видимо, да. И следует лук в аппете. Пока на этом всё. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся. Субтитры подогнал «Симон»